КОНЕЦ Во всем величии встает в сознание советских людей гений Пушкина, чьи бессмертные творения явились самым полным выражением духовных сил России. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век пославил я свободу и милость к падшим призывал. Пушкинские места. Здесь, в городе, носящем имя Пушкина, протекали лицейские годы поэта. Леса, где любил, где чувство развивалось, где с первой юностью младенчество сливалось, и где взлелеенной природой и мечтой я знал поэзию, веселость и покой. Советские люди возродили этот город разрушенные в дни войны, и в бывшем Александровском дворце разместится Всесоюзный Пушкинский музей. Через столетия Пушкин протягивает руку новым поколениям и как бы обращается к ним с дружеским приветствием. Здравствуй, племя, молодое незнакомое! Для всего советского народа Пушкин вечно живой спутник, дорогой и близкий друг. Ленинград. Передовые ученые города Ленина положили начало крепкой связи людей науки и производства. Деятели науки пришли на завод электросила имени Кирова в цех крупных моторов. Они здесь не в гостях, а для совместной творческой работы. Сегодня тут начали применять для пайки концов обмотки моторов вместо дорогостоящего олова фосфористую бронзу. Профессор Нитусов собственноручно испытывает новый метод. Внимательно ознакомившись с процессом пайки, профессор Нитусов и член-корреспондент Академии наук Костенко предложили еще более улучшить его. Если вкладывать в электрический зажим не бесфигурные пластинки бронзы, а прямоугольные, прочность пайки значительно увеличится. Усовершенствование заводских рационализаторов и ученых, рожденные в цехе, даст большую экономию средств. Так вместе с рабочими, деятели науки борются за технический прогресс. Село Марусино Ухтомского района Московской области. Колхозу имени Буденного решили помочь в выполнении трехлетнего государственного плана развития животноводства ученые из столицы. Их знакомят с хозяйством артели, председатель колхоза товарищ Калинкин, заведующая молочно-товарной фермой товарищ Клюева. Научные работники ветеринарной академии установили рентгеновскую аппаратуру, провели всестороннее обследование колхозного скота. На основании рентгеновских снимков профессор Домрачев пришел к выводу о необходимости внести изменения в рацион животных. Теперь корова-красавка будет получать меньше жмыха, но зато гораздо больше костной муки. О том, как быстрее вырастет новые тучные стада племенного скота, говорилось на совместной конференции работников ветеринарной академии и передовиков сельского хозяйства. Животноводы, сказала герой социалистического труда Клюева, должны по-мичурински переделывать природу. Это почетная общая задача ученых и колхозников. Много нового построено к нынешнему лету на приокских землях. Но больше всего гордятся в Рыбновском районе Рязанской области Кузьминской межколхозной гидростанции. Тысячи колхозников вложили свой труд в эту новостройку. Председатель колхоза имени Ленина Василий Говорушкин, директор гидростанции. Один из самых активных строителей, кварторг колхоза Александр Плюхин, главный инженер Иван Лозовский. От двух турбин ток идет к домам 68 колхозов. Но самым замечательным результатом электрификации явилось создание Рыбновской электромашино-тракторной станции. 20 лет назад в стране возникли первые МТС, А теперь на колхозные поля пришла новая машина – электротрактор. Его выгоды огромны. Электротрактор не нуждается в горючем. Для его обслуживания требуется почти вдвое меньше людей. Перед электротрактором – большое будущее в сельском хозяйстве страны. Черное море. Флотилия советских китобоев возвращается из антарктического рейса. Одесса, родные берега. Капитан-директор Алексей Соляник дает команду пришвартоваться. Трудящиеся Одессы, родные друзья радостно встретили смелых моряков китобоев. Флотилия «Слава» прошла в Антарктике по пути знаменитых русских мореходов Фадея Берельтаузена и Лазарева. Экспедиция перевыполнила план добычи китов. Лучший гарпунер – Афанасий Пургин. Начальник цеха разделки китов – Петр Котов. Они не виделись восемь месяцев. Встречающие горячо поздравили китобоев, пронесших славу советского флота от берегов Черного моря до Ледовой Антарктиды. Париж, столица Франции. Правительство четырех стран СССР, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции договорились созвать в Париже шестую сессию Совета Министров иностранных дел. Парижский аэродром. Для участия в сессии в Париж прибыл министр иностранных дел СССР, товарищ Бышлинский. В советском посольстве министр иностранных дел СССР Андрей Януаревич Вышинский. В составе делегации СССР посол во Францию товарищ Богомолов, генерал армии Чуйков, товарищи Смирнов, Семенов и Подцероп. Розовый дворец, место заседания сессии Совета Министров иностранных дел. Министр иностранных дел Франции Шуман. Министр иностранных дел Великобритании Певин. Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Ачесов. Министр иностранных дел СССР, товарищ Вышинский. В зале заседания сессии. Повестка дня сессии содержит пункты. Единство Германии, Берлин и валютный вопрос, подготовка мирного договора с Германией, договор с Австрией. Делегация СССР, осуществляя меролюбивую политику советского государства, проявляет готовность достигнуть общего соглашения на основе решений подстамской конференции.